Сегодня 29 июля, вышел за морожкой и за грибами. И вот первый гриб. Морожка тоже спелая, можно собирать, но не вся. Ставить можно. Литра два собрал и вот. Я находился под березой, маленький такой. Тогда я не снимал. Вот он, крошка. А вот грибы, и вон там еще. Посмотрим на червивость. Вот. Так, червивый или нет. Так, неудобно так снимать. И не червивый, отличный гриб. И там еще один. Если это гриб, а нет, это желтый щавель. Ладно, иду дальше. В принципе, я еду с грибами за морожкой, но купать и можно и пособирать, причем бы и нет. Тут дождь шел. Все, утро пока шел, под дождем. Раз прекратился. Обещаю, через полчаса дождик опять. Ладно, дождик не помеха. Не знаю, как в других местах, но мои было, где я собираю морожку. Я в этом году очень-очень мало. Еще планировано было сходить и все, и хватит. Потому что смысла больше нету. Там, где я собирал в том году, морожки нет вообще. Там, где я не собирал, места проходила не были пустые, там она есть. Ну, как обычно меняется. Смотрите, какое дерево нашел. Мне его даже не обходить. Стенное большое. Рядом с такими маленькими семи деревьями. Вот это дерево и вымахло довольно-таки громадное. Вот мой рюкзак. Интересно, почему это дерево такое большое? Сколько ему лет? Почему оно выжило? Не нормально. Оно живое. Вот рядом ни одного дерева. Нет подобных размеров. Хотя все равно здесь деревья довольно большие. Для нашей широты. Но все-таки. Но непревзойденный. Я его даже не могу обхватить. Ну и все. Похоже, морожка отменяется. Я попал в глубокий туман. На расстоянии от метров 5-10, наверное, все. Дальше ничего не видно. Теперь придется топать домой. Это даже не то, что туман. Мне кажется, облако накрыло. Такой. И дождя нет особого. Ничего не моросит. Вот в таком я туманище. Туманчик. Чего бы знать, куда идти. Да. Ладно. Пойду по компасу на восток. Найду тропинку. Уже по тропинке буду убираться. Потому что здесь вот в таком тумане нереально вообще ходить. Как ежик в тумане. Вот реально. Жестко так. Продолжение следует.